привет тебе И так хочется преподнести природе небольшой подарок из пшеничной муки такие вот небольшие лепешки свеженькие сделанные только сейчас заваренные на чае в предыдущей серии было все испорчено в предыдущей серии мое тело находилось неподалеку слева от меня есть река и течением мою русскую речь сбила в неведомые дали в иностранные гавани и поэтому пришлось удалить то видео там было очень много мата очень много руганий очень много того чего я не хотел бы слушать и слышать про себя пришлось много себя оскорблять много опять за себя перед дубляжом извиняться но все-таки тема будет продолжена это я-концепция я-образ я-концепция это система представлений индивида о самом себе индивид это инди это индиец это индо-гамаяц это индо-гамаяц Иисус Христос Хейр это значит мышление верование вероисповедание думание от цвета волос к примеру осознавая черные оттенки темные оттенки рефлексированная часть личности перед дубляжом конечно же попытается расстроиться но все-таки приходится держать себя в руках и приходится держать себя в своей индо-гамме это 8, 7 и 9 такие цифры палитры оттенков представления о самом себе как о омане рая и так передаю я-концепцию тему с чужих слов эти представления о самом себе что я я-есть я я в большей или в меньшей степени осознанный персонаж я обладаю относительной устойчивостью во внешности в характере и тому подобное я-концепция или я-образ представляет собой относительное устойчивое в большей или меньшей степени осознанное и зафиксированное в словесной форме представление человека катализатора о самом себе катализатор это скорость ускорения это масло для организма человека катализатора чтобы обеспечить мясу либо растительному мучному образованию телу без животного белка без пищи животного происхождения более скоростное передвижение в оптико-пространственном мире это концепция я это результат познания то есть опыта то есть прожитых лет деятельности и оценки этой деятельности оценки всех качеств самого себя через отдельные образы которые можно было увидеть в зеркале во сне в отражении витрин и тому подобное в условиях самых разнообразных реальных и фантастических ситуаций к примеру образ себя может строиться как по моей профессиональной варне это в парикмахерском зале это седалищный нерв это кресло это вся атмосфера которая известна только клиентской базе клиентскому потоку многим мастерам с длинными волосами которые никогда не были в лиле в игровых автоматах в аттракционе парикмахерской так и неизвестно многие вещи многие аспекты жизни но к примеру через мнение других людей тоже можно соотнести себя с сверх я сверх я с собой мнение других людей это шриянтра это ограничитель катализатора со стороны со своим мнением другим мнением сторонним мнением это ограничение катализатора на катализатор это упразднение оптико-пространственной мучной оболочки оболочкой пищи животного происхождения я-концепции я-концепция я-концепция передаю с чужих слов эту замечательную верстку статью я-концепция характеризуется помимо всего прочего адекватностью или неадекватностью катализатора человека может создать образ самого себя в реальных или виртуальных ноу-хау фантастических ситуациях и поверить в него к примеру очень много людей которые пользуются услугами лил игр создали себе образ либо увидели образ в радио кино либо во снах и поверили в него но зачастую они не везде соответствуют действительности и зачастую они вовсе не соответствуют действительности и зачастую не соответствуют они действительности я-концепции которая вне социального строя которая не строит из себя семейный комедийный социальный персонаж который идет за своим сверх-я с другими Сверх я самих себя Это очень сложно понять Но образ самого себя, который не соответствует реальности И приводит к конфликтам, ролевым конфликтам К примеру, в парикмахерской часто можно встретить ролевые конфликты По поводу моего дреда, который у меня на горле расположен К примеру, моих дредов, моих нерасчесанных ресниц, бровей Которые являются отражением висков К примеру, это может привести к ролевым конфликтам Если образ соответствует деятельности в реальности То я-концепция считается адекватной И способствует более устойчивому приспособлению к миру и к другим людям К примеру, полностью оправдываю поведение многих персонажей Которые приходят ко мне стричься из социального строя С ткацкого станка, с завода клонов Это клонированные семьи, это клонированные люди Они могут, так как они находятся в условиях социального строя Они могут видеть различия между собой Но другим людям, которым термин я-концепция понравился больше Которые впервые в Лимбе определили для себя рубеж, край, место ожидания Оптико-пространственного, мучного тела То, конечно же, у таких людей появился шанс В связи с представлениями о дуальной природе Человека-катализатора и шрипху тела Как познающего субъекта зоны жизнедеятельности Кривой жизнедеятельности Секции жизнедеятельности И познаваемого объекта зоны жизнедеятельности Это дуальная природа, гунны природы Это где я познаю жизнь в социальном строю Где жизнь познает меня То есть гунны природы и шрипху тела Познают друг друга Чего нет у ткацких станков, выходцев социального строя Которые стремятся к идентичности любыми путями И как бы они не определяли себя под героев Которые чем-то отличаются даже в условиях своей шриянтры Своей варной канона, канона ноу-хау Со стороны, конечно же, виднее Особенно виднее со стороны тем, кто ни разу не пользовался Услугами парикмахера и даже нескольких парикмахеров Как аттракционом, либо игровым автоматом Здесь очень сложно и обидно понимать, что Я-концепция – это стремление к рассмотрению целостности Катализатора человеческого Я Это фундаментальный фактор поведения Все, что диктует ткацкий станок, все выходцы Все они далеко позади тематики, которые приходится передавать с чужих слов Это термин, который используют как термин синонима к самопознанию В религиозно-эпических писаниях Бахад-Вадгита Либо другие религиозные эпические писания индуизма, Рик-Вед, либо Вед Либо других религиозно-эпических писаний в поисках себя Где синоним, термин к самопознанию Есть Я-концепция Но в отличие от самопознания религиозно-эпического Я-концепция более радикальна Она более... Менее нейтральна Она менее серединная Она не относится к левому пути тантры Пяти М Поскольку радикальная Я-концепция Включает в себя оценочный аспект Религиозно-эпических писаний Про самознание Что это значит? Что даже в таких сложных условиях, как Библия Есть место и спором Есть место, где можно оспорить жизнь Оспорить мастера, духовного учителя, наставника Либо самого Будду Конечно же, на Востоке скажут, что это придумали на Западе Я-концепцию, где входит в основной фундаментальный спектр Поведение и развитие личности Споры Я-концепция в поисках себя В естестве определяет не просто то, что собой представляет индивид Но и то, что он о себе думает Репутация своего слова вслух о себе Учитывая свое деятельное начало И возможности развития В будущем Своей сущности энергии Бонус Брейн Майнд Гуд Монинг Гуднайт Клап-клап Глэсс Хлоп-хлоп Глазами Существует социальный строй Так сложилось, что проблемы в определении поисках себя Я-концепции Подчеркивает Многие-многие представления о дуальности природе В поисках себя, передаюсь чужих слов Это суть исследования в слишком общем характере Дуальности Того, что принято определять как единое Я концепта социального строя Еще раз хочется отметить перед второй частью, что существует социальный строй И существует ткацкий станок И если человек ходит уже со сверхмодельными стрижками То он, пускай не обижается, но он действительно находится в наивысшей пищевой цепочке социального строя Раз он может себе позволить больше, чем просто питание хлебом и овощами С реквидийских эпических писаний самосознания Где в самом низу списка животных и имен животных существует только ягненок И существует только жертвоприношение А дальше идет уже питание без пищи животного происхождения Без вмешательства инородного гена, ДНК, структуры, РНК в свой организм Когда можно часами сидеть на природе голышом А болеть внутри тела просто некому Здесь нет чужеродных генов Здесь одно тело, оно мучное Оно крайне редко болеет Даже такой простой материальный объект, как стакан К примеру, мои кости являются аналогией стакана Где можно подслушать за стенкой, что говорят соседи Так называемые соседи, которые являются отражением собственного я Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке Так вот эти соседи, когда человек со стаканом Перед стенкой, прижавшись стаканом к стенке Слушают, что скажут соседи про внешние данные Человека в поисках себя Так вот, простой банальный пример со стаканом Этот глухой звук Можно определить по-разному В зависимости от практических применений стакана Как просто выпить чаю Или теоретического, субъективного применения Как подслушать с помощью глухого стакана С помощью дна Подслушать, что за стенкой говорят соседи Что, чем они живут Существует метро где-то на планете Где соединены два пластиковых стакана одной нитью В них можно говорить И через буквально 12 метров Можно услышать звук Это типа телефона Итак, существует легенда о костях О стаканах, о туннелях Эти верные предметы Ничто иное, как личность Как сознание Как самознание Эти верные предметы Это загадка сверх-я Я-концепции Где существует плавающая В отличие от социального строя Терминологическая нестрогость Гуманитарных слов Гуманитарной тхармы Которая Фундаментирует Бетоном Аспекты личности Человеческого я Терминологическое плаванье Это диалектика Это творческая маневренность Это источник творческих способностей Я-концепции Знание о диалектике катализатора Творящего и сотворенного Я интересует катализатор Это ускоритель мучного организма Это полезный, красивый организм Который находится в ролевом конфликте С людьми, которые принимают пищу животного происхождения Которые встают вместе с человеком Который мучного происхождения Люди, которые животного происхождения Они встают вместе, грубо говоря, со мной И шествуют по миру моими ногами Пытаясь опередить термин Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке И пример со стаканом Здесь интересует катализатор Как инструмент Как средство Как носитель И одновременно элемент Самознания, энергии Я-концепции Бонус брейн, майнд, гудмонинг Гуднайнд, клап-клап глэссс Что значит Кости, мозги, мясо Просыпайтесь Либо засыпайте Глаза хлоп-хлоп То есть Человек просыпается Хлопает глазами И шествует По существующему Социальному строю Где есть один Я-концепт Он сторонний Он Неместнического Антигенного Происхождения Он антитело Он Субъективен Он Полностью реален Он Он типовое звено Систем регулирования Он Шриянтра Он Упразднитель Он Это социальный Я-концепт Социального строя Он идеал Социального строя Мамы Социального строя Папы Социального строя Учительницы Социального строя Сверстников Я-это Внутреннее Ядро Личности Я-это То Как Сознательное Начало Ядра То Как Сгусток Индивидуального Знания Ядра Личности Что это Значит Что Существует Точно Дуальность Мира Где Существует Лишь Социальный Строй И Инструмент Средство Носитель Которое Находится Чуть Вне Социального Строе И Якши Ракшасы Эти Маленькие Безобидные Чудовища Пытаются Защитить Свои Телеса Антигены Антитела РНК Неместнического Происхождения Агрессивной Ролевой Конфликтной Деятельностью Это Самскара Это Система Представления О самом себе Что это значит Что Полностью Точно Перед Дубляжом Можно Сознаться Что Есть Плохие Люди И есть Хорошие Люди Оба Так называемых Лагеря Находятся В Очень Непозитивно Правом Плохом Мнении Друг о Друге Это Исключительная Правда И Есть Множество Тому Доказательств Тимоти Лири Это Нейробиолог Это Человек Который Посвятил Половину Своей Жизни Изучением ЛСД Структуры На Мучные Организмы И На Организмы С Антигеном Антителом Внутри себя С чужой Жизнью Катализатор Который Уже Находится В симбиозе С другими Катализаторами К примеру Китайская Пищевая Промышленность Подразумевает Есть Даже Собак И Котов То есть В человеке В людыне Существуют Уже И Коты И Собаки Катализаторы И Всю Жизнь Они Живут В Красивой Информационной Оболочке И Не Горюют Итак Тимоти Лири Это Психотропный Нейробиолог Пол своей жизни Посвятил Изучению И Поиску Силы Я Кундиала Кундиал Это Самый Острый Кудрявый Волос Который Есть Микрофон Который Есть Средство Связи Между Я Концепциями Между Стадом Жителей Социального Строе Тимоти Лири Исследовал Как Именно И В Каких Именно Местах Мозга Локациях Находится Регулятивный Кундиал Механизм Психики И Психологии Биологии Социального Строе Позволяющее Живому Естеству Отличать Себя От других И Обеспечивать Преемственность Своей Жизнедеятельности И Секции Жизнедеятельности В ходе Исследований Выяснилось Что Проблема Я Концепции В поисках Себя Фокусируется На соотношении Сознательного И Бессознательного Подсознательного Верования Убеждений Личности Без ЛСД И Под ЛСД И Механизм Самоконтроля В состоянии Расширенного Сознания Где Существуют Темные Сгустки Локализации Регулятивных Механизмов Которые Нападают На Биологическую Структуру Мозга Кундиала Это Очень Глубокая Тема В поисках Себя Связана С Самооценкой Как Совокупность Установок На себя И Является Самскарой Суммой Всех Представлений Индивида О самом Себе Немногим Пришлось Пережить Эйсид Либида Родового Кундиала Родовых Изображений Секций Жизнедеятельности Мнительность Следует Из Выделения Описанной Составляющей Я Картины Я Оценочной Составляющей Столбов Гуманитарных Верований Которые Составляют Я Концепцию Я Картины Которые Находятся На Теле Информационной Оболочке И Вне Тела Информационной Оболочки Где Выражены Отношения К себе Или Или Отдельным Своим Качествам Социального Строе Со стороны Другими Людьми Родителями Учителями И Сверстниками Самооценка И Принятие Себя Это то Что Отсутствует У большинства Людей Из Положения Тантры Ткацкого Станка Ткацкий Станок Закрепляет Социальный Строй Нить Виселицу Смерти Кундиала И Информационной Мучной Оболочки Я Концепция Определяется Не просто Что с собой Представляет Индивид Но и то Что он О себе Думает Как смотрит На свое Деятельное Начало Энергии Бонус Майнд Брэнд Гудмонинг Клап Клап Глэсс Либо Гуднайт Клап Клап Клэсс То есть Хлоп-хлоп Ресницами И Возможность Развития Этих Хлопков Клап-клап Глэсс Хэйр В будущем Опыт Жизнедеятельности Это Пребывание Опыта В стаде Виселицы То есть В стаде Социального Строе Который Указывает На Общеизвестное Противоречие С одной Стороны С Я Концепцией Которая Становится Устной Устойчивой Мишенью Целью Другой Стороны Противоречий Оба Так называемых Лагеря Претерпевают Определенные Изменения Обусловленные Целым Рядом Причин Которые Придется Рассказать В следующей Серии Уже Через Три Дня Это Подаяние Природе Которое Сегодня С утра Мне пришлось Испечь Это Несколько Лепешек Которые Будут Сейчас Съедены С чаем У меня Вот такой Великолепный Термос Пока Тебя